Девчонки, всем привет! Начинаем новый влог. Проснулась, уже даже позавтракала. Сейчас хочу сделать уход. Давайте сделаем это вместе. Что-то как-то настроение с утра не очень. Надо себя, наверное, побаловать, чтобы было всё нормально. Какая-то хрень скачила под кожей. Вот с этой штукой борюсь постоянно. Ну, как бы я знаю, что это такое аллергический. У меня термотит. И вот постоянно на вечер мажу определенную мазю. Дерматолог мне назначил. Вот, поэтому, как бы, давайте, чтобы повеселело, надо сделать что-то с лицом. Буду сейчас очищать. Сначала использовать вот такую вот штучку, диски с сайта iHerb. Будем, давайте, делать это всё вместе и поболтаем заодно. Но, да, я, может быть, не сказала, у нас начинается новый влог. Новый вложик, вложик, вложик. Значит, вот такие вот диски, они у меня уже подзаканчиваются. Скоро в пустые парочки побегут. Они пропитаны очень хорошо каким-то составом. Значит, с одной стороны гладенькая, с другой стороны шершавенькая. Сначала начинаем гладенькой вот этой вот штучкой. Прямо так вот втирать. Я уже как бы умылась, почистила зубы. Вот. И лицо, в принципе, такое влажное. Вот. Зачесала назад волосы, чтобы не мешали. Ну, как бы их надо тоже помыть. Ну, смотрите, доброзавание пены. Такой диск достаточно большой. Избегая вокруг глаз, мы вот так вот протираем. Ну, кто уже пользовался этой штучкой, знает наверняка, как она действует. Вообще-то рекомендую ежедневно делать. Ну, я ежедневно не делаю, забываю постоянно. Вот сюда на шейку. Что она там делает? Очищает. Пор очищает. Вот так вот спенилась у нас на лице от гладкой стороны. Видно. Немножко грязь. Потом, не смывая всё это, мы переворачиваем на шершавую, на другую сторону. И начинаем шершавой стороной делать то же самое. Это снимает органевший слой. Очищает поры. Ну, и всё остальное. Пока я это делаю, значит, какие планы у меня на сегодня? Ой, будем сегодня с вами готовить а-ля плов. Я его называю плов по-илински. Но это не плов. Ну, как бы, как я это делаю. Будем новой в Оке всё это делать. Я вам покажу. Очень просто и легко. Быстро. Конечно, там досконально, как это делают, технически правильно плов. Я так не делаю. Вот. Потом мне надо убрать в ванной комнате. Тоже с вами сегодня это будем делать. Ну, вот так вот проходим. Шершавой стороной. И потом просто ополаскиваем водой, не смывая тщательно. Просто ополаскиваем. И всё. Всё я смыла. Видите, как поблёскивает даже кожа. Очень чисто. Вообще диски хорошие. Рекомендую. Чисто вообще всё делают. Я не могу сказать прям досконально чёрные точки вычищают. Но достаточно чисто. На это вот не обращайте внимания. Это выступ. Это моя беда. Сейчас хочу, значит, сделать на глазки вот такую вот масочку белорусскую. И на лицо нанесу вот такую вот маску тоже белорусскую. Первый раз я наношу. Тут что-то забыла я про неё купить. Купила, но не наносила. Пока маску держу и на глаза заодно. Вот такие вот дела. Погода что-то вообще... Что-то там как-то серьёзно всё. Не знаю. Всё там серьёзно. Гуляла вчера. Очень даже холодно. Ну вот и всё нанесла маску. Вот такая вот она по цвету. Приятненькая. Очень пластичная. Хорошо наносится. В принципе, по запаху тоже нормально. Чувствуется сейчас такой немножко лёгкий эффект. Что-то там происходит. Вообще-то маска очищения. Глупоко очищает, выводит токсины, снимает маску усталости. Выравнивает он лица, сужает поры. Ну как раз то, что мне сейчас и надо. Вот как раз поднимем настроение с этой масочкой теперь. Ну подождём теперь 20-30 минут. И будем делать дальше свои дела. Ну всё, девчонки, смыла маску. Такой вот эффект получается. Очень хорошо очищает комфортное состояние. Хорошо очищает нос. Всё вот это вот. Сейчас протираю тоником. Виши показывала вам. Я его покупала. Нравится он мне. Он сужает поры. И хорошее такое состояние кожи после него. Поэтому заодно помыла голову. Так что масочка нормально рекомендую. Тоник тоже рекомендую. И теперь на глазки нанесу такой вот кремушек. И он показывал его от LibreDerm. Он с черникой. Ну, не знаю, как он там сильно делает какую-то работу. Но, знаете, увлажняет. Мне это нравится. Что самое главное. Вроде как заявляет производитель, что снимает отёчность. Круги тёмные под глазами. Вот так вот прихлопывающим я. Прихлопываю. Вот так вот делаю немножко такой массажик на ненависшее веко. Чтобы оно было ненависшим. Ну и также под глазки. Также нанесу крем. Такой не сильно лёгкий мизон. Кстати, закончился. В пустой баночке идёт. Так что про него услышите от меня в пустой баночках. Он же накапливается достаточно. Он улиточный. Корейская косметика. Хорошо впитывается. Остатки всё это. Собрала. Его можно наносить как на глаза, так и на всё лицо. Так что он универсальный, чем и хороший в этом плане. Я всегда наношу на шею. Такими круговыми движениями, разглаживающими. Шею в одну сторону и в другую. Лёгкий такой массажик делается. То есть по линиям специальным. То есть как бы лоб идёт у нас. Чтоб было меньше морщин. Вот эти у нас губки кверху. Разглаживаю. Сейчас голову мыла. Вот это шампунь первый раз купила. Это гарниер фрутис. Сос восстановления. Знаете, очень мягкий. С первого раза хорошо прям вспенился. То есть и мало надо было шампуня вообще. И секущий, очень повреждённый волос устраняет один год повреждений за три приёма. Без парабенов. Ну посмотрим. Первый раз я сегодня попробовала. Ну понравился. Очень приятный запах. И достаточно обычно там... Ну два раза я голову мою. Потому что первый раз успенить достаточно не удаётся. Ну и хорошо, что промыть соответственно. Чёрнки, приступаем. Готовить плов. Вот я приготовила влог. Вымыла его. Налила туда подсолнечного масла. Немного налила. Потому что... Ну как бы... Много нельзя. Как мы уже знаем. Включаю плиту. Я включаю на девятку. Сначала на разогрев. А потом буду уменьшать. Что нам вообще понадобится? Много градиентов нет. Я опять же повторюсь, что технически, может быть, я неправильно готовлю. Это не то, что прям плов-плов. Но всё равно как бы я показываю, как мы любим готовить просто, упрощённо и быстро. Значит, вот у меня индейка. Я нарезала вот такими вот кусочками произвольно. Кстати, новыми своими ножами. Вообще какая-то радость, девочки. Присмотритесь к этим ножам. Вообще просто-просто чудно. И я сейчас вот таким вот... Всё-таки вот этим вот поварским ножом резала индейку. И убедилась, что не зря я его купила. Потому что прям вообще круто нарезает. И вот таким вот ножичком я сейчас огурцы, помидоры. Вот уже затрещала огурцы, помидоры. Что говорю-то? Лук с морковкой почистила. Всё, я на огурце помидоры. Я уже в лете. Лето-лето хочу. А это как бы, ну, показывало, да, то, что универсальное. Приготовила уже соль. Вот такую вот томатную пасту купила. Первый раз её беру. Не знаю, не пробовала у нас в её распаре. Соус томатный, шашлычный. Посмотрим, какой обязательно всегда покупаю. Ну и специи, да. Здесь у нас идёт базилик. Вот этот вот чеснок. Я чеснок вот добавляю в приправе. Вот такой вот сайхёрб. И здесь уже у нас идёт карри. Заранее обязательно я замачиваю рис. Вот видите, вся вода впиталась. Он вот так вот разбух очень сильно, да, чтобы он был рассыпчатым. Всегда заранее я делаю это. Прямо как минимум на 2 часа и как можно больше. Значит, разогревается у нас ВОК. Значит, вот подготовила я вот такие вот... Сколько у меня здесь? 800, наверное. 800 у меня, наверное, здесь. 800 грамм. Килограмма нету, да. Ну вот так вот. Сейчас мы её будем здесь потушим. Я потом немножко даже водички добавляю, потому что как бы я... Чтобы не поджаривалась, немножко водички добавляю. Кто-то, может быть, куски делает мельче. Я делаю куски вот такие вот, потому что они всё равно жариваются, тушиваются и как бы и нормально. Ну, для нас это как бы нормально, чтобы чувствовались. Кстати, хорошо прям так нагрелся и быстро. Сейчас самое главное, быстро нагрелся. Ну, посмотрим, посмотрим, как что сейчас будет происходить. Первый раз готовлю на этом ВОКе, так что вместе с вами будем экспериментировать. Также заранее подготовила морковку, почистила и лук. Две луковицы. Ну, может быть, две многовато. Но я люблю, когда много лука. Вообще очень классно. На морковку я пошинкую. Не буду резать. Кто-то любит резать. Я шинкую на крупной тёрке. Мне так лучше нравится. Вообще как бы варёную там... Тушёную морковь я не очень люблю. Лук люблю, когда много. Вообще прям люблю-люблю. Ну, всё. Сейчас будем закрывать крышечкой и будем тушить. И дальше уже по времени всё прибавлять. Я хотела сказать, девочки, по поводу риса. Как я его замачиваю, да? Значит, я его замачиваю... Ну, у меня два стакана здесь. Вот стаканчики вот такие вот, то есть большие. Вот два таких стакана я вот сюда вот сыплю. Водички заливаю чуть-чуть, ну, чтобы закрывало. Вот. И сыплю соль. То есть я сразу солю. Я не могу сказать, сколько, потому что я всё делаю на глаз. Ну, вот у меня такая привычка из профессии. Я всё делаю на глаз. Как бы уже таких... Если чётко по рецепту, когда я вот рецепт, туда может быть. А так, когда уже я делаю... Ну, сколько? Ну, может быть, посолите ложки-две столовых. Ну, чтобы оно уже солёный рис был. После этого, когда уже всё сбухнет, всё набухнет, что вы делаете? Вы всё равно, опять же, вот сейчас вот я его обратно промыла, да? Он простоялся. Всё, я его промыла опять. Но перед тем, как замочить, вы тоже его промываете. Обязательно. Рис промывается очень долго. То есть сначала мы промыли, потом мы залили водичку, посолили, и вот он набух, уже всё, он встал. И потом вот сейчас мы обратно... я промыла его, чтобы вот он уже как бы вот в готовом виде, чтобы я его уже могла вот в бок закинуть, да? Вот именно вот это вот. Так, значит, ну что у нас здесь идёт? У нас уже всё идёт. Смотрите, какая красота. Всё бухтит, бурлит. Уже посолила, уже приправки положила, чеснок положила, немножко водички добавила, чтобы это... Ну, я люблю, когда тушится. Вот. И что у нас ещё? Сейчас я буду шинковать лук вот этим вот ножичком. И я ещё сделала морковку. Пошинковала вот в такой вот. У меня такая шинковка от Тефали. Она у меня уже давнишняя. Она крупную тёрку. Сейчас покажу вам. Вот. Ну, побольше. Я люблю, когда побольше и лука, и моркови. То есть, шинкую. Сейчас мясо, оно приготовится. И потом я уже туда буду выкладывать, получается, лук, морковь. И положу вот эту вот штучку. Так мы пока на семёрочке. Положу вот этот вот соус. Томатный, шашлычный. Принту. Посмотрим, какой он, что он. Вот. Ну, что будет дальше? Я вам покажу всё, как дальше делать. Что могу сказать по поводу вока. Девчонки, одно удовольствие вообще готовить, когда новое всё, да. Смотрите, как, кстати, я повесила свои эти штучки. Купила на скотче вот эти вот крючки. Ножницы у меня здесь, прям сюда их не стало никуда ложить, чтобы были на видном месте. И вот такие вот свои эти красотажи, да. Ну, прям вообще здесь ножики у меня там, этот масло. Ой, здесь у меня всегда полотенце. Полотенце это бумажные всегда. И полотенце вот эти вот, не полотенце, а как тряпки я их использую. В фикс прайсе, кстати, покупаю. Потому что я говорила, да, что тряпки долго они не хранятся. Начинается какой-то запах. Я просто вот как раз такой вот рулом покупаю и чувствую, что там грязно что-то. Сразу выкидываю. Да, не экономлю на этом. Ну, там у меня моющие средства. Доски разделочные. Здесь всегда аквафор стоит. Ну, по поводу посуды, по поводу, когда всё новенькое, когда новенькие ножи, вообще в радость всё это делать, когда новенькая посуда, ничего не прилипает, ничего не там, не сгорает, и всё остальное вообще в радость. Кстати, скоро мы будем убирать здесь у нас кухню. Я покажу, где что у меня лежит, как я всё располагаю. Будем генералить перед Новым годом. Ну, всё, всё готовится. Всё, нашинковала лучок. Я делаю полукольцами. То есть, напополам руку разрезаю и полукольцами вот так вот шинкую. Я люблю полукольцами шинковать. Соединила вместе с морковкой. Сейчас вот так вот это всё перемешаю. И потом уже, когда надо будет, я туда всё это вываливаю и добавляю, соответственно, вот этот вот незаменимый ингредиент. Обязательно в боке использую лопатку. У меня с икеи вот такие вот лопатки. Они очень удобны. Кстати, видите, как ложечка для лопаточек, для ложечек применилась. То, что в покупочках я вам показывала. Итак, девочки, следующий этап. Закинула я морковку, лук и вот эту томатную пасту. Видите, какая красота вообще. Разные цвета. Вообще, ещё раз хочу отметить, что вок классно. Во-первых, по размеру. И во-вторых, то, что новая вещь. Надеюсь, у меня прослужит теперь долго. Всё. Теперь мы это будем тушить. Сейчас она закипит. Будем тушить. Вот, закрываю крышкой. Минус только один, то, что крышка нагревается. Приходится пользоваться прихваткой. И в следующий, последний этап закидываем рис. И всё. Всё готово. Ну всё, у нас получается вот такая вот... Как это назвать? Ой, пара идёт. Всё это как смесь. То есть, видите, она потушилась. Здесь морковка, всё. Лучок. И сюда мы, соответственно, выкладываем рис и добавляем водички. Сейчас я это сделаю и покажу вам. Всё. Я выложила рис, перемешала и добавила водички. Видите, рис полностью покрыт. Вот такой вот шикарный цвет томатной пасты. Люблю, когда такой цвет. Ну, уже в готовом виде я вам, соответственно, когда приготовится, я вам покажу, что же у нас получилось. Ну, девчонки, вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот рис, вот такой вот красоты. Очень и очень вкусно, аппетитно. Такие ароматы здесь идут. Вообще прям. И всё классно получилось. Конечно, немножко, я думаю, больше воды налила, потому что размер вока больше, чем у меня в сотейнике было. И немножко надо привыкнуть. Вот. Смотрите. Рис к рису. Прям зёрнышко к зёрнышку. Такой вот рассыпчатый. Очень-очень вкусный. Так что нам приятного аппетита. Всем приятного аппетита, кто сейчас будет обедать. Девочки, короче, наши планы поменялись. Сегодня мы с вами ванну мыть не будем. Сейчас я быстренько немножко соберусь. Сильно не буду краситься. И у меня муж раньше освободился. И мы поедем в Ашан. Надо посмотреть там рыбу. Хотим на Новый год пожарить стейки. Мясо там индейка, если есть, почём там креветки. Ну и так всё посмотреть хотели. Вот как раз главный акцент рыбы. А, и солёная рыба. Пластами продаётся. Говорят, что там сейчас скидки. Ну вот хотели присмотреться. И чай надо купить. У меня есть любимый чай Пуэр. Вот когда я всё привезу, я вам обязательно отсниму и покажу. Да. Это, кстати, наш член семьи. У меня муж любит всем давать название. У нас не просто вот сзади меня шкаф. Это у нас Нарния. А это Кузя, которая храняет Нарнию. Так что у нас весело. Ну, когда приедем, это сниму, что купили. Купили, короче, рыбу. Это у нас идёт... Смотрите, это у нас идёт лосось. Куски лосось атлантические, да? У нас вышло на 2 857. Это 3 килограмм 178. Мы взяли вот такие вот кусочки. Ну вот, посмотрите, он кусок вот такой вот здоровый. Мы ещё из него сделаем стейки. То есть порежем, да? Вот такие вот как бы стейки. Вот таких три куска. Вот второй кусок, вот третий кусок. Рыба классная, отменная. И оно было по акции. Получается, что килограмм стоило 899 килограмм. Вот 3 килограмма вышло. Вот такая сумма. Это мы решили на Новый год. Ну, не только на Новый год. Но получается, как бы, представляете, такого куска. Хорошие кусочки взяли, середины. Вот такие вот стейки, как бы, можно ещё там... Сколько стоит стейк? По сантиметру, по полтора, да? То есть, первое, это рыба у нас прошла. Мы взяли там. Так что обратите внимание. Второе, то, что мы купили, это вот такая вот рыба. Эта рыба уже солёная идёт. Здесь у нас идёт форель. Слабосолёное филе с кожей. Значит, получается, сейчас акция на неё. Килограмм стоит 1200. Здесь 710 грамм. Это, получается, у нас вытянуло на 800 рублей где-то там приблизительно. И второй такой же у меня ломоть. Это 784 грамма. Тоже такой же здоровенный. Вот такой вот. Один мы хотим оставить на Новый год. Не знаю только, либо я буду в холодильнике его хранить, либо всё-таки заморожить, как посоветовала продавщица, заморозить и потом разморозить его в самом холодильнике. Не на столе, а в самом холодильнике размораживать. И так любую рыбу надо делать, оказывается. Обычно как бы я, ну, вытаскиваю его на стол, размораживаю и всё. Вот такая вот, как бы, хорошенький кусок. Просто цена, просто классная вообще. Вообще здесь второй такой кусок. Сейчас мы его будем использовать, уже кушать. На завтраке очень даже классный. Тем более те, которые люди, которые сидят на правильном питании, худеют. Не бойтесь покупать такую рыбу, потому что жиры, натуральные жиры, они очень полезны в организме. Очень полезны. И не думайте, что вот это потолстеет ни в коем случае. Вообще, как бы, вот этот, ну, представляете, да, килограмм 1200. Здесь 700 грамм. Ну, как бы, это сказка, а не цена. Что ещё взяли? Взяли вот такую вот индейку. Тоже она была по акции. Здесь, получается, по 700 грамм выходит у нас, да, по 700 грамм выходит пава-пава. Ну, неплохая индейка. Я уже брала её, индейческий продукт. Но всё равно невыгодно брать по 700 грамм. Выгодно брать по килограмму. Получается, там, вот эта упаковка стоит 280, там, 500 рублей. И, ну, это невыгодно. Если бы килограмм бы стоило бы, то да. Вот как раз я сейчас ловлю момент, что будет акция. Я хочу закупить индейки прям, как минимум, 10 килограмм, а то 15. Потому что, ну, мы питаемся только индейкой. Индейкой там супы, котлеты, всё остальное. Купили ещё два таких творожка. Тоже он чуть по акции был 69 рублей. Можь у меня любит творог. Я не очень люблю. Я люблю такой салат чука. Вот. Увидела у них. И как бы классно такая, как бы, ну, обычно там в меньшей порции. А это такая большая бодья. Сколько здесь вообще интересно? 250 грамм, и тоже я очень сильно люблю. И, как бы, знаете, очень полезно, потому что, как бы, там есть йод. То есть, в этих водорослях. И, как бы, ну, полезно. И чай, про который я сказала. Прямо 5 упаковок. Короче, у меня чай. Это чай Пуэр. Он продаётся, только нашла его в Ашане. Первый чай я попробовала я в одном ресторане. Называется Чихана номер один. И потом мы уже сами стали покупать. Вот Пуэр 7 звёзд. Заметьте, вот здесь вот написано, вот, так отсвечивает, вот так, ага. Конфуции, коллекция элитного чая. Чай Пуэр китайского, китайский, байховый, среднелистовой, прессованный. То есть, не написано чёрный чай и так далее, и так далее. Написано чай Пуэр. Вот на это обращается внимание. Потому что может просто быть написано вот здесь вот Пуэр. Как сейчас только что вышло у нас в Ашане, мне муж объяснил. Просто написано Пуэр. А здесь написано чай чёрный и так далее. Там перечисления. Нет, должно быть тоже написано здесь, что это чай Пуэр. 50 грамм. Ну, мы завариваем наш пресс. У меня чай пресса по 800 у меня там миллилитров. Мы по два вот такие таблеточки кидаем. И классно как бы хватает. Девочки, ну на этом будем с вами прощаться. Это всё, что у нас такого было сегодня с вами в течение дня. Сейчас смонтирую видео, чтобы выставить быстрее на канал. Всем всего хорошего. Кстати, плов оказался вообще отменно вкусный. Просто крутой. Так что, если кому нужна такая посуда, волк, пожалуйста, пока там есть акции, бегите, покупайте, делайте себе подарочки на Новый год. Всем понравился пловчик. Все отъелись. Что даже аж спать захотелось. Еле разговариваем. Ну, всем всего хорошего. Берегите друг друга. До новых встреч. И ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Продолжение следует...